Шалом, дорогие друзья! А мы с вами продолжаем готовиться к празднику Песах, который будет уже буквально на днях на следующей неделе. Сегодняшний урок посвящен для легких родов Ханы Шуламид Ба Цар. Итак, давайте изучать немножко текст Пасхальной Агады. Написано в Пасхальной Агаде, что Всевышний, спасибо тебе, что ты выполнил обещание Аврааму. Какое обещание? Всевышний обещал Аврааму, что он спасет нас из египетского рабства. Четыреста лет твои потомки Авраам будут рабами, будут в изгнании, но потом я их спасу и дам им Тору, обещание Творца. Есть только одно условие. Потомков Авраама будут спасать, если они подобны своему отцу. Если они похожи на него. Давайте разбираться. Чем занимался Авраам? Авраам занимался тем, что он обучал всех людей перестать заниматься идолопоклонством. Также второй героический поступок Авраама – это обрезание. В очень-очень пожилом возрасте он делает обрезание, рискуя жизнью. Что сделал еврейский народ в Пасхальную ночь? Они взяли ягненка в жертву, божество Египта. Они взяли и зарезали во славу Богу. Они показали, что нам неинтересно никакое идолопоклонство. Эта овечка должна пойти в пищу, ей поклоняться нельзя. И не надо, это глупо. Нужно служить только одному Богу. Они уподобились Аврааму. Они все сделали в эту ночь обрезание, снова уподобились Аврааму. И Всевышний смог их спасти, потому что вот они, потомки Авраама. Также очень интересно, когда уже начинается кипиш, приходит Мушей, говорит Всевышний, фараон, Всевышний сказал отпустить народ. Какую стратегию применяет фараон? Фараон говорит, больше не дам вам соломы для кирпичей. Почему именно так поступил фараон? А потому что фараон хотел, чтобы, как и были правила в то время, каждый был обязан делать норму кирпичей. Не сделаешь, не сдашь кирпичи, твой ребенок пойдет замурованный в стену вместо кирпичей. И он убивал детей, тех людей, которые не успевали делать кирпичи. Что думал фараон? Что когда я им не дам солому, начнется просто ненависть среди еврейского народа. Начнется гонка за поиском соломы. Начнется ненависть, если мой сосед уже собрал солому и кирпичи. Я буду его ненавидеть и пытаться у него украсть эту солому, чтобы спасти моих детей. Фараон хотел гражданскую войну. Фараон хотел, чтобы евреи озверели от ненависти друг к другу, от соперничества. Найти нужно солому срочно, у нас тайминг, нужно сдать кирпичи. Он хотел, чтобы мы ненавидели друг друга и искали, как дикие животные, вот эту солому. Также он назначает самих евреев надзирателями за этими кирпичами, за этим поиском вот той самой соломы. Чтобы у нас мы увидели, что наши братья нас заставляют делать кирпичи и за нами следят. У него солома, у меня соломы нету. Нервы, 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 ненависть, ненависть, ненависть. Фараон знал, что когда есть ненависть в народе, никаких чудес им Бог уже не сделает. Фараон все знал. Что сделали евреи? Каждый, кто уже нашел солому, пошел помогать другому. Каждый, кто сделал кирпич, пошел помогать другому. У него тайминг, срочно нужны кирпичи. Все помогали друг другу и стали еще ближе друг к другу и стали еще сильнее. Стали одним народом. Стратегия фараона полностью потерпела фиаско. И Всевышний спасает потомков Авраама. Идолопоклонства не любят, не хотят. Взяли ягненка в жертву. Обрезание сделали. И помогают друг другу с соломой, с кирпичами, с соломой, с кирпичами. И надзиратели никого не трогают, никому не мешают. А их самих египтяне избивают за то, что они не нагнетают. Еврейский народ был достойным своего отца Авраама. Итак, чтобы спастись, основная вещь, говорит нам Тора и Пасхальная Года, это помощь, помощь другим, хесет, быть похожим на нашего отца Авраама. Именно поэтому в наши дни, во все времена, есть обычай помогать, помогать нуждающимся в Песах. Потому что мы хотим быть похожи на Авраама. А Авраам помогал всем. Спасибо огромное, друзья. Хак Песах, Касхер, Весамах.